Девушки отдыхают Между тем, Филисити Астон каждый день появлялась на берегу и волокла их куда-то вдаль Вот моя обычная тренировка Пройти отсюда и вон туда, где башня Их отсюда не очень-то видно В общем, тут около 13 миль Если я сделаю это сотню раз, то получится примерно тот путь, который мне предстоит Эта история началась 4 года назад С очень странного звонка в наш Филиал в Юго-Восточной Азии 7 девушек собрались вместе, чтобы устроить увеселительную прогулку И под это дело искали спонсора Казалось бы, а мы при чем? Но вот прогулка планировалась интересная На Южный полюс Хотя некоторые из желающих прогуляться снега в жизни не видели Одна из девушек, она из Сингапура, была нашим клиентом У нее была боксовая версия нашей программы Она посмотрела, а там на коробке телефон техподдержки И вот она звонит Алло, это поддержка? Да Ну так поддержите нас Та прогулка закончилась удачно Но только Фелисити Астон, которая вела группу Вернулась не вполне удовлетворенной Похоже, чисто женское общество Долго не могут выносить даже сами женщины Пусть вокруг бескрайняя ледяная пустыня Все равно хочется сбежать Я еще никогда не оставалась так надолго наедине с собой Я даже не представляю, что я буду чувствовать Страшновато, если честно Можно ведь так глубоко уйти в себя Что потом и понимать перестанешь Кто я, где я и зачем И вот Фелисити звонит нам Я, мол, хочу совершить переход через Антарктиду в одиночку Я говорю, невозможно Ты что, спятила? Но было ясно С нашей помощью или без нее Она все равно пойдет В Антарктиде никто не разводит оленей Или ездовых собак Фелисити вышла в путь сама Запряженная в нарты На которых было 85 килограммов груза По ходу они, конечно, становились легче за счет еды Но это вряд ли может радовать Когда ты один и ближайший магазин на другом континенте Тупливо, еда, палатка, инструменты Я старалась брать минимум необходимого Тут ведь каждый лишний грамм почувствуешь Если тащить его на себе 1700 километров Ей предстоял огромный зигзаг через весь материк От ледника Росса на шельфе Через Южный полюс и до залива Геркулеса Если теперь посчитать Фелисити проходила километров по 30 каждый день Когда я понимала, что кажется все, конец Не могу больше Я просто говорила себе Ну чего ты боишься? Это ведь лишь вопрос концентрации Твоей внутренней энергии Перед тем, как пройти Антарктиду Фелисити Астон прошла обследование Причем не физического здоровья Ее обследовал мастит и психиатр Ей ведь по всем расчетам Предстояло пару месяцев разговаривать только с собой Спутниковый телефон, конечно, был Это, конечно, лучше, чем разговоры с собой Но все равно не заменяет обычного человеческого общения У меня был еще mp3-плеер, то есть музыка И мой любимый папочка подарил мне запись радиопрограммы В общем, у меня было 300 часов лекций по британской истории У многих людей нет на это времени Но мой папа знал, что у меня-то будет Этот курс лекций на ходу закончился для Фелисити Без серьезных травм и обморожений Конец января Это ведь самый разгар антарктического лета Так что ниже 30 градусов температура вроде не опускалась И вот он, настоящий праздник со слезами на глазах Фелисити Астон 1744 километра и 59 дней спустя Все, конец Я это сделала Теперь домой Господи, сейчас бы маме написать, чтобы знала Я здесь, я в порядке За мной самолет прилетит Я так... Я даже поверить не могу Я же через Южный полюс на лыжах прошла Дома Фелисити ожидал ледяную дверь На террасе Лондонского национального театра Все было оформлено в стиле тех мест, которые теперь и очень хорошо Хотя, конечно, ни ледяный бар, ни скульптура изо льда не смогли охладить теплой атмосферой Где родители гордились, журналисты засыпали вопросами А спонсоры дарили то, чего так не хватало в ледяной пустыне Только не ешьте его Не ешьте Тут же карта всего пути Наверное, лучше на стенку повесить Возвращение в цивилизацию далось все же непросто Фелисити, как она и боялась, пришлось снова привыкать Кто она, где и зачем А с этим у природной британки из графства Кент действительно возникли проблемы Я, когда вернулась в базовый лагерь, мне все время приходилось напоминать себе, что я опять среди людей Что я, например, больше не могу ходить по нужде прямо там, где стою Вот так, посреди разговора, просто снять штаны и вперед Без всякой техники, на своих двоих, через всю Антарктиду одна Фелисити Астон стала первой в мире, кто это сделал Такой путь еще не проходили даже представители другого пола Того, что называет себя сильным Ну что, передохнешь пару лет, а потом опять Может быть, может быть